всем привет сегодня одна из интересных камер которая имеется в продаже на алиэкспрессе ссылка сразу под видео мини камера которая может работать везде по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь вот сама камера транспортировочная у нее пленка такая прикольно камера выглядит пластиковый корпус но пластик такой мощный сверху пленка на объективе также это мини аккумуляторная 4g камера сразу я видели штатив и и накрутил на штатив чтобы извлечь ее из упаковки как вы можете ее использовать да вот так даже просто на штативе на такой вот подставки камера будет у вас установлена где захотите какой огромный плюс что это 4g камера установил ты сим-карту в нее и на нее можно будет заходить удаленно через интернет мобильного оператора ну из любой точки мира взял ты собой смартфон установил приложение на смартфон и заходишь на эту камеру смотришь картинку слушаешь видео то есть аудио с камерой потому что камера имеет встроенный микрофон где тут отверстие должно где-то быть встроенный динамик есть по идее ты что-то можешь сказать в камеру понятно что это будет не сильно слышно динамик не супер мощный не супер мощный но все равно тут каналы охлаждения вентиляционные отверстия слоты под карту памяти и под сим-карту ничем не прикрыты как видите также не прикрыт и micro usb разъем для зарядки встроенного аккумулятора это говорит о том что камера не все погодная то есть не может она быть установлена под открытым небом на улицу под дождем просто ее зальет и она выйдет из строя но как вариант какую-то коробочку зарабить сделать какой-то навес сделать и камера может там находиться главное чтобы прямые осадки на нее не попадали так она будет работать и скорее всего даже до какого-то предела в мороз главное чтоб не было обмерзания сверху внутри не попадала влага и камера не обмерзала камера будет работать обычная айпи камера но с поддержкой 4g то есть сим-карты мобильного оператора кстати вы можете заказать такую камеру будет она дешевле но без 4g с вайфай вайфай в домашней сети к роутеру вайфай может какой-то у вас автономный есть роутер вайфай который также работает на аккумуляторе раздает вайфай от карты также мобильного оператора например и вы в паре установили этот роутер и эту камеру где-то у себя на даче на пасеке в офисе где вам нужна небольшая камера можно сказать для скрытого видеонаблюдения потому что реально она маленькая реально можно ее спрятать сделать невидимой проявить смекалку сделать камеру эту невидимой имеется встроенный аккумулятор 2600 миллиампер час по характеристикам там что-то прописано сумасшедшее количество времени камера может работать без подзарядки аккумулятора я не буду утверждать ничего потому что я не пробовал но я думаю что на какой-то месяц-два аккумулятора хватит камера имеет инфракрасный датчик движения и как обычная аккумуляторная камера имеет режим сна нет не движется никто перед датчиком движения и к и к тепло не движется и к тепло выделяют люди движущиеся автомобили звери камера в режиме сна в режиме экономии аккумулятора проходит мимо человек на каком-то расстоянии я думаю метров от 6 до 10 надо экспериментировать не больше камера активируется включает запись на карту памяти присылает вам уведомления на смартфон все эти моменты прошел человек проходит какое-то время выставленная вами по записи камера опять засыпает и это максимальный режим экономии в котором будет работать камера и будет соответственно аккумулятор дольше служить по постоянной записи многих интересует имеют имеет ли камера вот аккумуляторная с 4g с датчиком инфракрасным движения режим записи постоянный это я посмотрю дальше ничего вам сказать не могу многие камеры не поддерживают постоянную работу и постоянную запись потому что не рассчитаны они на постоянную работу в связи с тем что имеется аккумулятор но посмотрим в этой камере возможен ли такой вариант также эту камеру ты можешь смело устанавливать в автомобиле подключать ее в прикуриватель в юсб разъемы питания камеры зарядное устройство 5 вольтовая то есть попросту говоря куда ты смартфон свой подключаешь для зарядки туда ты и подключаешь эту камеру для зарядки ее встроенного аккумулятора ну и также можно оставлять в буфере то есть постоянное питание от аккумулятора например автомобильного камера зарядила свой аккумулятор отключает автоматически зарядку требуется заряд опять под заряжает вот пример присоска обычная автомобильная присоска для крепления там камеры какой-нибудь все есть на просторах алиэкспресс в продаже клеите на стекло камера как видеорегистратор просто волосы в автомобиле находится и все фиксирует или так картинку возможно переворачивать можете камеру кверх ногами вешать вешать прикреплять может она переворачиваться картинка в через приложение какой плюс огромный скажите там видеорегистратор больше ничего не нужно на видеорегистратор ты удаленно не зайдешь на эту камеру через интернет ты можешь удаленно зайти оставила автомобиль на стоянке на ночь оставил камеру в салоне включенную то есть активную работающую в режим сна даже ее поставил не обязательно чтобы она постоянно писала ну если не надо тебе снимать видео за стеклом автомобиля то есть вокруг автомобиля то она засыпает и по проникновению человека в автомобиль тогда она только активируется и пришли пришлет тебе уведомление или же ты сам зашел на приложение изредка заходишь камера активируется и ты видишь картинку в автомобиле что происходит в автомобиле и это удаленно на большом расстоянии даже в другом городе оставил автомобиль камеру поставил зашел на нее и смотришь такой вариант наилучший камера крепится удобно где хочешь весит она около 70 грамм то есть присоска ее смело будет держать и долго без всяких вопросов что еще идет в комплекте небольшой небольшая коробочка очень классная также на подарок можно заказывать я думаю многим такая камера пригодится потому что реально классный вариант то что я же давно ждал для автомобиля когда-то я вам показывал обычную камеру для помещений которую я приспосабливал для работы в автомобиле но это уже тот универсальный вариант тот готовый вариант катус которым не надо химичить крепление какое-то все очень классно кабель для зарядки юсб микро юсб можешь использовать свой с такими разъемами и также идет в комплекте кронштейнник который также ты можешь использовать можно использовать вот такой вот вариант тоже миниатюрная все вот так вот но прочная пластик но прочный пластик прикрутил камеру выставил угол прижал винтом но про проще на этой присоски которая вам показывал маленькой но опять же это крепление возможно жестко крепить на стену на потолок куда вы там захотите и регулируешь камеру так что же у нас а влево-вправо поворачивается вверх-вниз также можно ее настроить вот вот так вот вверх-вниз то есть вариант крепления универсальный также или двухсторонний скотч уже готовые две шайбочки вырезанные приклеиваешь куда на как на какую-то гладкую поверхность перед этим обезжиривающие и этот кронштейн там держится мертвого также заботливо положили винты крепления с дюбелями также идет инструкция на родном китайском языке и на родном английском вот так вот приложение какое же приложение в первый раз вижу и не могу его прочитать ну и способы добавления все по стандарту приложение скачиваем проходим скорее всего регистрацию показываем считываем с наклейки камеры qr-код и все то есть за несколько кликов камеру устанавливается микро сим-карта микро выламываем до конца ее и в общем то показано куда уголком устанавливать вот так вот что вы не перепутали и до защелкивания утапливаем 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 попытка не получается нужно чем-то до хорошо ее туда доводить до до защелкивания стандартово и карты памяти поддерживает до 128 гигабайт 64 установлю также также до защелкивания по клавишам которые кнопки переключения имеются кнопка питания of он ползунок и 4g и 9 то есть режим просто работы камеры без 4g модуля просто запись по движению на карту памяти также можно в таком вот режиме использовать эту камеру не задействован 4g модуль не жрется аккумулятор камера не расходует аккумулятор на передачу данных через сим-карту поэтому в этом режиме чисто запись ты можешь носить камеру ну понятно что здесь стабилизация отсутствует в руках картинка у тебя будет трястись гулять то есть запись будет некачественно просто статическая картинка будет писаться по движению сохраняться на карту память при включенном 4g у тебя есть появляется возможность доступа на камеру через интернет в общем то все просто кнопка сброса к заводским установкам по стандарту до нажимается нажимаем удерживаем как стандартно может в режиме то есть в вай-фай камере это 4g камера есть вариант вай-фай есть возможность этой кнопкой там несколько раз нажать переводим в режим точки доступа в вай-фай камере есть вариант подключения камеры напрямую к смартфону по вай-фай и на расстоянии работы вай-фай заходить на камеру также возможно это вай-фай камера имеет такие возможности у нас на видео 4g камера по характеристикам установлена матрица 2 мегапиксельная 1080p разрешение при 30 кадрах в секунду объектив 2 и 8 миллиметра ска на камере с камеры должен получаться то есть был широкий угол 140 градусов заявлено должна быть классная широкоугольная картинка камера приспособлена именно для широкой съемки небольшого помещения но в ширину не в длину это не дальнобойный вариант вы должны понимать для салона автомобиля это вообще классно камера должна например закрепив ее на лобовое стекло и направив салон она должна захватывать весь салон по максимуму или же на заднее стекло и направив салон камера также будет захватывать салон полностью также имеются и ночные режимы есть фотоэлемент переводящий камеру в ночной режим в черно-белый и задействование скорее всего нескольких инфракрасных светодиодов то есть все по стандарту камера ночью также без дополнительного освещения в полной темноте будет вам показывать хорошую черно-белую картинку включение синий светодиод ищет сеть камера мигающие светодиоды говорит о том что камера регистрируется в сети мобильного оператора вот скорее всего сейчас именно пошла регистрация когда светодиод загорится перейдет в постоянное освещение это говорит о том что камера вот зарегистрировалась в сети и уже работает и готова к добавлению на смартфон установил приложение и клоуд именно такое не такое как в инструкции дается а вот такое с такой иконкой добавить устройство плюс регистрацию проходите почту свою пароль привязывается то есть все все без проблем добавление точки доступа скорее всего если камера вайфай у нас камера не вайфай . доступа не получится добавить и сканировать давайте сканировать и сканировать qr-код с наклейки камеры камера 4g01 добавить и сразу первое с чем вы столкнетесь при подключении вообще при работе с этой камерой это качество интернета если мобильного плохое то камера у вас будет пропадать из сети постоянно искать сеть на первое условие что должен быть хороший качественный 4g даже интернет мобильного оператора в месте где будет работать у вас эта камера вот присылает по активации датчика движения уведомления приходят на apple watch также присылает и даже с фотками вот человек инициализирован добавление также камеры немного танцы с бубном были и опять же занесли ее на второй этаж вот качество сигнала кстати показывает месте установки камеры видели вы два деления маленьких это совсем никуда не годится для работы этой камеры картинка посредственная сразу вам скажу но здесь не в том смысл здесь у нас смысл в том чтобы камера так вот так даже даже вот так сохраняются тревожные фото по аккумулятору также имеется информация по зарядке активируем камеру не известный оператор два отделения вот и вся проблема и вы видите как это все происходит будет хороший интернет камера будет летать будет залетать у вас она меня просто нет возможности вот реально картинка перевернута камера часто кверх ногами висит также можно перевернуть ее в приложении тут все просто много много они не нужно ненужных настроек нету все в общем то нужно яркость контрастность можете регулировать время на убрать на из на картинке или поставить помещение ярко или солнечно или на улице на или в помещении есть настройки такие отразить по вертикали отразить по горизонтали также есть вариант ночь и к или закрыть то есть можно включать и выключать и к светодиоды на камере настроек в общем то хватает и в общем то то что нужно топ девайс хрен знает что не знаю управление устройством qr-код для поделиться с кем-то тоже человеку с таким приложением можете камерой поделиться также будет так будильник сигнализация по тип тревоги настройка звука уведомления на почте короче тревожные уведомления различные вот уведомления на почту уведомления на смартфон также по почту можете настраивать будет на почту приходить обнаружение человеческого тела или же близко близко тело напишите а обнаружение толчок обнаружения чувствительность обнаружения время скорее всего настройка именно вот инфракрасного датчика движения пользовательская область можно область ставить на коту в которой камера будет работать то есть определяться человек и все остальное выберите способ уведомления подвисает все это от видите вы подвисает и невозможно в общем-то нормально заходить да в настройках есть режим записи 24 часа или же когда появятся люди животные устройство будет записывать видео если она не будет бездействующим то есть движение должно быть перед камерой тогда будет записывать или же когда эта опция включена устройство продолжит запись на тф-карту и не будет спать есть возможность постоянной записи в этой камеры в настройках можно включать модели энергопотребления низкое потребление сверх низкое потребление или же обычная работа также можно выключить индикатор синий который показывает нам что с камерой в каком она состоянии сеть ловит вот тот что моргает сзади зеленый синий можно их просто выключить ну в общем-то перезагрузка проверить обновление с таким интернетом последняя версия в общем-то и не обновишь нормально вывесил ее вообще за стекло на улицу на стекле присоской пофигу бесит именно работа вот и ну тут виноват интернет видите два деления два деления блин это просто капец такой у нас такой у нас сигнал мобильного оператора что понравилось сразу потому что я могу вот опять надо переворачивать потому что я ее то так ставлю то так потому что там от присоски зависит что понравилось что угол очень широкий вот угол широченный конечно качество картинки стоит желать лучшему вот за окном не через стекло то конечно получше получше но видно что 2 мегапикселя то есть ничего вы не получите супер четкого но и тут также плюс что разрешение небольшое потому что пропускная способность интернета желает быть лучшей поэтому видите вот все зависит за стеклом опять же помехи были так по горизонтали тоже можно отразить и получить реальную картинку потому что у меня сейчас она была пока нереальная а вот очень широкий угол вот захватывает она супер широко широченный вот как угол авто видеорегистратора вот так примерно и есть и в автомобиле эта камера будет захватывать именно весь салон особого рыбьего глаза погло по углам нету нету никаких закруглений но вот такая вот широкая картинка вы видно что тут немного вот выпуклость есть но но это видеонаблюдение это нормально для этой камеры никаких сочных цветов есть примесь немного розового совсем немного но это вот те бюджетные камеры бюджетные матрицы которые будут работать информацию пишет близко человек будет лицо различить и то есть все отлично вот даже со второго этажа на таком расстоянии вот ну работает работает как в каком же качестве кстати качество можно менять ну я поставил низкая потому что пропускная способность видите битрейт увеличивается сразу улучшается качество понятно но связи с тем что интернет говно поэтому и качество желательно чтоб картинка не тормозила было более реалистичной ставить в более низкая ну нормально я считаю так от это что такое это что за что за кусочки не знаю что за кусочки но аккумулятор в том же на том же уровне особой резкой разрядки нету давайте на карту памяти я установил посмотрим по карту по ну открывается уже уже немного адаптировалась поставил я в то место где более менее хотя сколько там сколько там три деления появилась более-менее интернет начал работать карту памяти установил настройки карты вот так статус форматировать давайте отформатируем чтобы написала уже камера именно в камере поставила драйвера там свои камерой пускай она пишет ну отформатировалась можно включать запись на карту можно без записи звука чтобы видео писалось одно радует что быстро она съемная быстрое крепление можно можно стекло на присоску прикреплять что она легкая такая вот мобильная камера зависит она от качества интернета напрямую ее работа но опять же пишет она на карту памяти даже если вдруг какие-то перебои появились вы в том месте извлекли карту памяти из камеры и можете посмотреть что что записывала камера но вставить компьютер и посмотреть так это скорее всего видео на папку смартфона такие вот быстрые значки сохраняется ролик сейчас в папку смартфона именно с камерой вот в прямом эфире сохранил 10 секунд там что-то увидел фото сделать наушники не знаю звука я не слышу особо не знаю пишите в комментариях ну и сказать наверно можно так никакого они есть цифровое зумирование такое ну даже ничего так ну даже можно лица различить угол широченный вот это основной плюс ну и скажу я что именно такая камера с таким качеством картинки это нормальный вариант было бы больше разрешение то я на нее в нормальном качестве не смог бы зайти просто через мобильный интернет здесь все как бы предусмотрено по работе датчика движения ну да где-то метров 10 ну вот отрабатывает автомобиль проехал камера активировалась это когда вы включаете датчик есть возможность писать вон там работать постоянно камере или же в настройках где я вам показывал где это она тут и будильник сигнализация тип тревоги или же постоянно или же обнаружение человеческого тела то есть работа по датчику если постоянно то все это сворачивается понятно а если по человеческому телу здесь появляется возможность выставать выставить чувствительность все остальные моменты пользовательскую зону по работе вот так вот то работает вот я как говорю вам метров на метров на 10 если зайти в сообщение посмотреть но вот автомобиль проехал последнее обнаружение подождите хозяин загружается для вас со звуком вот ролик ну как бы нормально и что его еще можно скачать в системном альбоме карта памяти облачное хранилище кстати также облачное хранилище есть кстати и это сохранилось у меня на облачном хранилище не знаю сколько что и почем никаких не было информации у меня но облачное хранилище работает вот хранятся записи тревожные с камеры на облачном хранилище прикиньте ну пускай пускай хранятся может вот она отмечено облачное хранилище с картой памяти что-то что-то там это надо или переставить ее или другую установить то есть карта памяти не не загружается сейчас а облачное хранилище пожалуйста то есть есть выбор или оттуда смотреть и это все сохраняется у меня сейчас на область на облаке без всяких оплат также фильтр можно включать выбрать или все или же обнаружение человеческого тела вот так только так и если несколько у вас будет устройств они также будут в облаке так понимаю это сейчас облачный фильтр и ты сможешь смотреть или с одной камеры из двух там выбирать ну короче такая возможность есть еще какой плюс на борту камеры установлены и к светодиоды невидимые глазу человека с длиной волны 940 нанометров не видишь ты не красных точек ничего камера для глаза полностью невидима в темноте если выключить еще через приложение заднюю индикацию то камера полностью невидима это также огромный плюс ночной режим обычный понятно что не на большое расстояние но на небольшое расстояние камера хватает ей мощности этих и к светодиодов невидимых глазу ну и черно-белая обычная ночная картинка неплохая задумка кого интересует заходите приценяйтесь приобретайте вариант отличный вот одно условие что если хотите удаленно ее отслеживать в том месте должен быть качественный нормальный 4g интернет ну и тогда будет у вас камера в полной доступности и залетать будет сохраняться хорошее видео то есть передаваться вам ну а хранить она будет на карту памяти или в облако облака кстати я так понимаю что бесплатная потому что никаких уведомлений по поводу оплаты ника ничего не приходило на сегодня все подписывайтесь на канал оставляйте свой комментарий кто такую камеру уже пользуют также напишите отзыв по ее использованию всем удачи до следующих видео